и сейчас еще чуть-чуть не хватило зарядки чтобы закончить эту тему приходится чуть-чуть повториться чуть-чуть и так вот это вот телегония это плодами укрупненными в три раза против то что считается генетически невозможно это абрикос мичурина плоды увеличились до 100 грамм сейчас они такие теперь согласны что они будут 100 грамм смотрите сюда согласны так вот почему он таким стал так как привет на манчжурица не имел права с первым поколением стать таким вот тут я с наукой согласен но наука сказала телегония это херня телегония это псевдонаука никакого прямого влияния нет а я говорю что если вот этот абрикос вот смотрите пусть у него остатки выражают ему 30 лет он избит морозами он калечен мною почему потому что с него взято 300 500 а может тысяч черенков за эти годы и опять он не даст черенки смотрите метровый черенок уже сейчас второй черенок метровый вот он уже сейчас вот они видите вот это они все еще в строю все еще будет радовать всю россию почему я же вам продаете черенки посмотрите какие приросты он дал я только сейчас заметил вон они все метровыми 30 лет изувечен страшно плодов уже почти не дает смотрите но узнаете академик форма смотрите узнаете нет узнали пусть и тут всего десяток а может два сейчас еще покажу но главное то что вот смотри вот они вот они вот видели да вот они так вот для чего я это показываю ребята он опылил скромненького мичуринского абрикоса и тот прямо на этом же дереве с этими же спорами внедрились внедрился в геном мичуринского и плоды стали 100 граммовые такие же как эти да этот стал такой вот такой вот такой видите уже сейчас они какие это что шутки вы думаете что опять будет это самое железо врет как силами я-то в реальном саду я не в крыму это вранье нет тогда чего это самое крутите у виска ведь я же вам предлагаю новую методику вот манчжуриц пожалуйста привит на него вот этому 30 лет академику привит на манчжурица приросты дал любуйтесь что помирать собрался да весь изувечен весь но какая сила у него какая сила почему нету у него прививок и обрезок на кольцо нету это обрезка на сучок и дальше вся страна будет резать на сучок как только поймут что хватит уже заниматься и учить людей убивать деревья вот смотрите умирает умирает а сейчас разбежалась просто метровая уже сейчас метровая видите я ничего не выдумал за один год какой год сейчас еще начало лета вы представляете что будет потом он умирать собрался у него есть желтые листья которыми нас пугают а говорят прыскать и прыскать и это дерево ни разу не это не полилась сама еще когда она была частью питомника раз вот она никогда это самое не опрыскивалась никогда не подкармливалась вот если она сейчас сегодня а вот они ходу родные мои пусть небольшой урожай вот он вот ну чё буду 100 граммов вот я уже волнуюсь я говорю сколько можно то ну по хватит уже херней заниматься вы знаете друзья еще раз химеру покажу со стороны вот вот она вы знаете друзья что это самое что нас ждет когда-то кто-то скажет ну что же получилось что дилетанты учат профессионалов но если профессионалы вбита в голову что нужно взять сорт а плюс сорт б получится с новый сорт и пипи пипи если перебрать тысячи сеянцев довести до подношения из них сотни из этих сотни выбрать единиц из этих единиц получится и крупные и культурный черта с два хватит уже тысячу-тысячу сортов лучше не бывает не нужны они нам больше не нужны все лучшее что есть создано никаких вегетативных гибридов межвидовых делать не надо у них короткий век надо просто научиться делать несколько поколений прививками научиться в конце концов снова взять привычные ножи вот и и господи персик видели вот нет все тему эту заканчиваем привычные ножи из первого поколения вырастить второе тут же не через 30 лет а со второго поколения то есть это когда добиться идеала со второго поколения привить на 3 взять веточку с третьего привить на 4 4 на 5 и у вас будет вот такой вот сад сейчас трудно им восхищаться почему время такое все в зелени плоды видно плохо почти их никогда не видно вон он бай как разглядеть-то господи ни черта ни черта ни черта старое дерево заслуженно вот все еще плодоносит смотрите а вон там сколько плодов тоже не рекордный урожай ну-ка 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 нет ну хочется удивить но в конце концов что я не болтан ну давай туда вот с такого расстояния в общем 10 больше не будет вот я и так штыдно говорить каких-то 10 вёдер вот кстати знакомьтесь гепатогенная зона она мне столько крови выпила теперь вот это место видите ничего нет вот здесь вот видите моем саду где нет ничего с такой густотой невероятно почему у меня здесь пуза пусто вот на краю зоны вот а слева вот так край зоны вот это все здесь бешено вращаются рамки все что я садил все умирает на другом краю зоны скоро умрет этот черный абрикос прекрасный сорт он плоды должны были быть сейчас они отвалятся и умрут сейчас покажу они отвалятся вон они вон они и умрут я где дерево умрет потому что это есть граница гепатогенной зоны горькая правда это еще одна тема которая не нужна науки смерть деревьев гепатогенной зоны смерть людей гепатогенной зоны где у них кровати столы и места обитания скажем так и смерть на дорогах вот там где большие скорости вот это тоже миллионы аварий трупов тоже никому не надо а я по пять говорю почему потому что я железа я знаю больше всех у меня так такая судьба видеть то что никто не видит вот вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот чудо там в другом месте у меня там от него малина там от него груша сладчайшая вот так памяти поддерживается человека нет вот а его произведение вот они видели вот что-то мешается надо оторвать сорняк это не могу пройти мимо не могу посреди как как какое здоровое дерево вы думаете актива куст прикасался хоть раз поливал хреном специалисты надо показать дерево отбросского вот оно все все я уже показывал все друзья там у меня рекордный урожай на грушах подождем урожая все и отключаюсь потому что я люблю поговорить а поговорить есть о чем